Сорвав сценарий цветной революции, в целом мы держим ситуацию под контролем, но никакого самоуспокоения быть не должно. Не надо питать каких-то иллюзий. От новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался. Заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции. Дело в том, что мы настолько привыкли с вами к этим вот хождениям, привыкли настолько, что перестали серьезно к ним относиться. Но ведь это тоже технологии, направленные не только на усыпление нашей бдительности, но и на формирование новых радикальных форм организации протестов. Да, они, как тут многие говорят, сдулись и так далее, это правда, но появился больший радикализм. Ну, может быть, потому что уже прятаться не за кого, мы их видим, но мы видим, что эти радикалы, это касается прежде всего Минска, в подавляющем большинстве Минска, пытаются этих зевак, которые там, детей, молодежь, пытаются тянуть какую-то провокацию. Происходит постоянная смена тактики. Как я уже сказал, молодежь намеренно направляется или бросают их на провокации. Идите к домам ОМОНа, жгите машины, освобождайте политвязни на Крестино, блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ. Понятно, чего они добиваются. Кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв. Но мы видим и другое. Люди сегодня в Минске поняли, что они могут потерять. В целом по стране давно все поняли, даже в Гродно, в Брессе давно поняли. А в Минске неделю назад, ну, наверное, процентов 90 поняли, что может быть. Они испытали на себе все прелести так называемой уличной демократии, попав в многокилометровые пробки. Родители не могут уложить ребенка спать из-за рушей под окнами толпы. Деструктивность этого уличного движения налицо. Сегодня они говорят про диалог. А сами настаивают на заведомо невыполнимых требованиях. Они говорят про мирный протест. Сами занимаются травлей сторонников действующей власти, угрожая расправой военным, госслужащим, семьям. И многие люди требуют просто жестоко навести порядок. Я хочу просто успокоить людей. В этой жестокости сегодня нет необходимости. Даже в жесткости. Если такая необходимость будет, она немедленно будет задействована. Страну нужно сохранить, если мы не хотим того, что происходит по периметру. Поэтому лишней жестокости, неадекватной жестокости не надо. Я извиняюсь, конечно, перед частью минчан и прошу их просто потерпеть. Говорят о том, что они хотят благополучия стране. И в то же время заявляют о том, что надо обрушить экономику Беларуси, чтобы стало хуже. Тогда народ согласится на их предложении. Глупая формула. Они говорят про честность. А посмотрите, сколько фейков. И даже когда мы разоблачаем эти фейки, даже извиняться не хотят. Но надо отдать должное силовикам. При всех недостатках они на провокации не поддались. Правоохранительные органы научились работать. У нас же такого никогда не было. Научились работать, адаптировались к этой ситуации. Сохраняют выдержку, спокойствие. А где надо и разумную гибкость. Тем не менее, органам правопорядка следует защитить законопослушных граждан. Ни в коем случае законопослушные люди не должны предъявить нам претензии. И я в этом плане жду от наших силовиков четкого, адекватного реагирования. Любое нарушение нужно пресекать. Тем более, недопустимо, когда радикальная часть этих митингующих начинают забрасывать камнями, брусчаткой, палками наших военнослужащих. Это недопустимо.